Мы с мамой и Вовкой были в гостях у тёти Оли в Москве. В первый же день мама и тётя ушли в магазин, а нас с Вовкой оставили дома. Дали нам старый альбом с фотографиями, чтобы мы рассматривали. Но мы рассматривали, рассматривали, пока нам это не надоело. Вовка сказал, «Мы так и Москву не увидим, если будем целый день дома сидеть». Стали в окно глядеть. Напротив станция метро. Я говорю, «Пойдём на метро покатаемся». Пришли мы на станцию, спустились по лестнице и поехали под землёй. Сначала показалось страшно, а потом ничего, интересно. Проехали две остановки, вылезли. Осмотрим, думаем, станцию и назад. Стали осматривать станцию, а там лестница движется. Люди по ней вверх и вниз едут. Стали и мы кататься. Вверх и вниз, вверх и вниз, ходить совсем не надо, лестница сама возит. Накатались по лестнице, сели на поезд и поехали обратно. Слезли через две остановки. Смотрим, не наша станция. — Наверно, мы не в ту сторону поехали, — говорит Вовка. Сели мы на другой поезд, поехали в обратную сторону. Приезжаем. Опять не наша станция. Тут мы испугались. — Надо спросить кого-нибудь, — говорит Вовка. — А как же ты спросишь, ты знаешь, на какой станции мы садились? — Нет. А ты? — Я тоже не знаю. — Давай ездить по всем станциям, может, отыщем как-нибудь, — говорит Вовка. Стали мы ездить по станциям. Ездили, ездили, даже голова закружилась. Вовка стал хныкать. — Пойдём отсюда. Куда же мы пойдём? Всё равно куда. Я наверх хочу. А что тебе наверху делать? Не хочу под землёй. И начал реветь. — Не надо, — говорю, — плакать, — в милицию заберут. — Пусть забирают. — Ну пойдём, пойдём, — говорю, — не реви только. Вон милиционер уже смотрит на нас. Схватил его за руку и скорей на лестницу. Поехали вверх. — Куда же нас вывезет? — Думаю, — что теперь с нами будет? Вдруг смотрим. Навстречу нам мама с тётей Олей по другой лестнице едут. Я как закричу, — Мама! Они увидели нас и кричат, — Что вы здесь делаете? А мы кричим, — Мы никак выбраться отсюда не можем. Больше ничего крикнуть не успели. Нас лестница вверх утащила, а их вниз. Приехали мы наверх и скорей по другой лестнице вниз, за ними вдогонку. Вдруг смотрим, а они снова навстречу едут. Увидели нас и кричат, — Куда же вы? Почему нас не подождали? А мы за вами поехали. Приезжаем вниз. Я говорю Вовке, — Подождём. Они сейчас к нам приедут. Ждали мы, ждали, а их всё нет и нет. Наверное, они нас ждут, — говорит Вовка. — Поедем. Только поехали, а они снова навстречу. Мы вас ждали, ждали, — кричат, — а вокруг всех хохочут. Приехали мы снова наверх и опять поскорей вниз. Поймали, наконец, их. Мама начала бронить нас за то, что ушли без спросу, а мы стали рассказывать, как потеряли станцию. Тётя говорит. — Не понимаю, как это вы потеряли станцию? Я тут каждый день езжу и ещё ни разу станцию не потеряла. Ну, поедем домой. Сели мы на поезд. Поехали. — Эх вы пашеконцы, — говорит тётя. — Искали рукавицы, а они за поясом, в трёх соснах заблудились, потеряли станцию и вот так всю дорогу смеялась над нами. — Приезжаем на станцию. Тётя посмотрела вокруг и говорит. — Тьфу, совсем вы меня запутали. Нам на Арбат надо, а мы на Курский вокзал приехали. Не в ту сторону сели. Пересели мы на другой поезд и поехали обратно. И тётя больше уже не смеялась над нами и пашеконцами не называла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова